Для хозяйской спальни у нас будет кресло, придут кресла вот такого цвета, цвета пыльной розы. Я считаю, что никаких цветов, никаких покрывала должно быть у нас однотонное, без узоров. Вот такая пыльная роза в сочетании с серым. Допустим, пыльная роза полностью все покрывала, а кант широкий, вот такой серый. И без оборочек, просто будет красиво и геометрично будет смотреться. Вот эта цена у нас 48. Да, это 35. Это 35. Это 35. Вот уже есть пыльная роза, но это потоньше. Да. Нет, она тоже плотная, я думаю. Но мы положим подкладку, здесь обязательно. Вот уже есть вариант такой, пыльная роза такая. И с серым. А вот эта пыльная роза более насыщенная. Здесь больше коричневого цвета, а эта посветлее. Здесь больше бежевого. Вот эта вот будет... Есть такое полиэтомное серое сюда. Мне это больше нравится. Да, мне это тоже больше нравится. Она немножко дороже, но мне это больше нравится. Мне усовая разница. Хорошая, это пудровый такой цвет, пыльная роза, пудровые цвета. Это полиэтомное серое. Да. Это выглядит ткань, она немножко дороже, и она выглядит дороже. Да. Мальчиков вот из этой же ткани, там желтого больше, римские шторы, с кантом в клеточку. Значит, предлагаю сделать покрывало на кровати у мальчиков в клеточку. Причем в клеточку, в которой есть вот вкрапление красненьких полосочек. Там же рядом красные светильники у них. Как раз это будет сочетание. Плюс вот такой широкий кант, желтый, такой же, как римские шторы. Будет смотреться хорошо. По-мальчиковому. Вот так вот. Ткань хорошая, плотный лен. 100% лен. Чудненько. Ну, я думаю, что все... Вот, значит, в спальню южную можно пошить вот такое покрывало. У нас там такого цвета занавески будут. А стена у нас синего цвета. И вот такой вот серо-синий цвет. Это на... Субтитры сделал DimaTorzok.